К встрече Владыки, мама дома семейного типа номер 2 по улице Воснецова, традиционно готовилась не один день вместе со своими детьми. Галина Смагина с супругом воспитывает 9 детей и только один из ребят – родной сын женщины. Но отсутствие кровного родства не мешает остальным ребятам трепетно называть Галину мамой. За годы совместного проживания они успели стать единой семьей, у которой уже есть свои традиции. Одна из самых главных – встреча в рождественские дни архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна. Конечно, приятно. Мы всегда его ждем. У нас это уже как традиция. Он приезжает каждый год, нас подарки детям везет, поздравляет с праздником новогодним, с Рождеством. Конечно, дети очень ждут его, потому что, во-первых, подарки, а во-вторых, он каждый год приезжает, и, наверное, уже как друг, как какой-то родственник семьи, понимаете, ждем каждый год его. Рождество – это самый главный праздник в году, рождение Христа самое главное. Так как я человек верующий, я всегда жду этого праздника, как бы отметить, и как бы это входит в традицию каждого года. Ребята, встречая архипастыря, декламировали стихотворение и пели рождественские калятки. И колышучи детятка так спевала. Со святочными днями юных жителей детского квартала поздравили исполнителей детского хора храма святителя Николая Чудотворца города Бреста. Они исполнили песнопение о рождественской тематике. Владыка Иоанн, поздравляя детей с праздниками, выразил надежду и веру в их счастливое будущее, сказав несколько слов назидания каждому ребенку и родителям. Уже не один год на Пасху, на Рождество я вижу, как дети взрослеют, как они воспитываются на глазах, видно, как они меняются к лучшему, к доброму. И это радует, что нашлись люди, которые заменили им родных родителей и несут на себе подвиг, потому что это непросто. Сегодня своих родных детей в семье непросто воспитать. А здесь дети из разных семей. Их надо объединить, их надо наставить, их надо заинтересовать и правильно воспитать. Поэтому даже ради уважения к этим родителям, которые взяли на себя эту миссию, приезжаешь сюда и с восхищением смотришь на то, что происходит.